В Ферсановке у памятника живым и павшим бойцам горячих точек собрались десятки неравнодушных химчан, чтобы почтить память героев, павших в период проведения локальных войн. 15 февраля 1989 года, ровно 35 лет назад территорию Афганистана покинула последняя колонна советских войск. Необъявленная война длилась почти 10 лет и унесла жизни 15 тысяч солдат и офицеров. Сегодня мы вспоминаем всех наших ребят и отдаем им дань памяти всем солдатам, офицерам, всем тем, кто до конца исполнил свой интернациональный долг, в том числе и ценой собственной жизни. Это одна из важнейших памятных дат в истории нашей страны. В церемонии возложения цветов приняли участие школьники, пенсионеры, депутаты и чиновники, представители партии «Единая Россия» и, конечно же, ветераны. В Ферсановке они проводят большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Работаем с молодежью, потому что очень надо воспитывать людей в духе патриотизма. Надо воспитывать детей уже с детского сада, чтобы они смогли постоять за свою родину. Родина и как мать одна. Чествовать живых героев интернациональных войн продолжили уже в стенах Ферсановского дома культуры, где 27 ветеранов получили памятные медали к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Получается Степочкина Геннадия Васильевича. Сегодня на территории Ферсановки работает межрегиональная общественная организация «Боевое братство». Ветераны локальных войн в тесной взаимосвязи с администрацией города. Наши ветераны войн не обделены вниманием, мы постоянно на связи и искренне их благодарим за то, что они помогают нам воспитывать настоящих патриотов, наших детей в духе доблести, чести и самоотверженности. По окончании торжественной части ветераны собрались в тесном кругу, вспомнили свои боевые подвиги и подвиги друзей, которых уже нет в живых. Ну а химкинские кадеты исполнили для героев патриотические песни. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ